Это Русский Космос. Здравствуйте! Луна может стать нашим вторым домом. А какой дом без лифта? Так считает наш сегодняшний гость, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН, Александр Багров, обладатель патента на космический лифт. Александр Викторович, здравствуйте! Добрый вечер! Александр Викторович, действительно ли Луна становится нашей национальной идеей? Заслуживает она того? Заслуживает вполне. Все дело в том, что нам на Земле довольно трудно обеспечить устойчивое развитие нашей цивилизации. Очень много стихийных обстоятельств, которые мы не в состоянии контролировать. Глобальное потепление, или наоборот, глобальное похолодание, изменение океанских течений, засухи, наводнений – это все нам мешает жить. И поэтому для устойчивого развития цивилизации нам нужно найти место, где мы могли бы полностью контролировать среду своего обитания. И вот такой территорией может оказаться Луна. Потому что если мы в недрах Луны сделаем подземное помещение, они будут защищены от космической радиации слоем каменных пород. Поскольку Луна состоит из очень прочного базальта, то туннели можно будет там делать газонепроницаемыми. И в этих туннелях можно создать условия для обитания, какие нам только понравятся. С любым содержанием газов и кислорода, и углекислоты нам захочется для поддержания растений. Любое температурное условие, любая влажность. Поэтому в условиях Луны мы действительно можем обеспечить самые комфортные условия для своего существования. Луна — естественный спутник Земли. Находится на расстоянии 384 тысячи километров от нас. Диаметр Луны — 3,5 тысячи километра. Образовалась, предположительно, свыше 4 миллиардов лет назад. Существует три версии образования Луны. Первая — наша планета и спутник сформировались одновременно. Вторая — Луна — часть Земли, отколовшаяся после столкновения планеты с другим крупным космическим объектом. И, наконец, третья — Луна — космический странник, притянутый земной гравитацией. Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите и всегда обращена к нам одной и той же стороной. Период обращения Луны вокруг Земли — 27 суток. У спутника есть атмосфера. Состоит из водорода, гелия и ряда инертных газов. Разреженность атмосферы приводит к сильному перепаду температуры от плюс 120 днем до минус 160 ночью. С середины 20 века началось исследование Луны космическими аппаратами. В сентябре 1959 года советская станция «Луна-2» впервые достигла поверхности спутника. В период с 1969 по 1972 на Луне побывало шесть американских пилотируемых экспедиций и два автоматических советских лунохода. В 21 веке Луна вновь под пристальным вниманием космических держав. На спутнике Земли обнаружена вода. Теперь Луна рассматривается как самый реальный кандидат на создание человеческих поселений. Вот вы получили патент на транспортное средство, скажем так, да? О лунном лифте писали фантасты, о нем мечтал Циолковский. Им занимался Юрий Арцутанов, да, таким проектом. Вот ваш проект конкретно чем отличается от всех предыдущих и реальных? Да, я понимаю ваш вопрос. Дело все в том, что Циолковский, когда рассматривал проблему лифта, он ее рассматривал скорее как учитель, школьный учитель, который показал, что вот если построить очень высокую башню высотой в 40 тысяч километров, тогда вершина башни уже будет иметь скорость спутника. И, дескать, космонавт, который с этой башней шагнет в пропасть, он так будет висеть в космосе рядом с этой башней. Это была красивая иллюстрация, но даже Циолковский понимал, что башню построить высотой, которая в три с лишним раза больше, чем диаметр Земли, нереально. По-настоящему идею лунного лифта высказал именно Юрий Арцутанов в 60-м году. Он просто обратил внимание, что если геостационарный спутник висит над одной и той же точкой экватора, то почему бы нам не связать веревочкой или лифтовой системой экватор со спутником? И эту идею подхватили многие. Действительно было множество проектов аналогичного содержания, там и на уровне ниточки, и были такие колеса со спицами варианта. Артур Кларк даже написал на эту тему фантастический роман под названием «Фонтан рая». Но эта конструкция, она нереализуема в принципе, потому что спутник летает только до тех пор, пока у него уравновешивается центробежная сила силой притяжения их Земли. Стоит там какую-то силу добавить, все нарушается, это равновесие, и если потянуть за ниточку, привязанную к спутнику, спутник упадет. Поэтому это нереализуемая конструкция. А у вас реализуемая? Вполне. Потому что была еще высказана Цанднером идея сделать лифт через точку либрации. Есть такая точка на линии, соединяющей Землю с Луной, где равновесие наступает притяжение Луны и притяжение Земли. Поэтому если, скажем, сделать лифтовую систему, скажем, взять трос, привязать его к Луне и выпустить его за эту точку либрации, повесить там какое-то массивное тело, оно будет притягиваться к Земле, но оно не упадет на Землю, потому что его держит трос. И оно не упадет на Луну, потому что Земля притягивает сильнее. Вот по такому тросу уже действительно можно подниматься, опускаться с поверхности Луны. Но это связано именно с тем, что у нас такая совершенно уникальная система, как Земля-Луна. Луна находится рядом с Землей почти на круговой орбите, поэтому расстояние между Луной и Землей мало меняется, но, ко всему прочему, Луна всегда повернута к Земле одной стороной. Поэтому, если мы из середины Луны пропустим такой трос в сторону Земли, он будет над Луной висеть все время на одном месте, и никуда не сдвинется, никуда не упадет это замечательное свойство. Технически, в принципе, конечно, можно дотянуть этот либ до самой Земли, но учтите, что Земля сама вращается вокруг своей оси, и скорость вращения экватора – это 400 метров в секунду, это больше скорости звука. Павел, что веревочка будет просто болтаться и перемещаться, то сегодня она там… Нет, вот веревочка опущена, а Земля под ней крутится, причем с бешеной скоростью, и поэтому, если веревочка опустится в атмосферу, атмосферу этим ураганом, сверхзвуковым ветром порвет просто-напросто, она не будет существовать. Поэтому мы предложили довольно простое решение. А что, если мы эту веревочку опустим не до Земли, где такие чудовищные условия, а, скажем, до высоты в 50 километров, до стратосферы? Там воздух достаточно разреженный, никакая нагрузка на этот трос не вызовет каких-то неприятных последствий, а на высоту в 50 километров можно залететь обычным стратопланом. А если мы сейчас вот таким стратопланом доставим на нижнюю кабину лифта груз, то потом его можно спокойно транспортировать в сторону Луны вот по этому натянутому тросику. Хорошо, а спускать грузы как мы будем? А вот теперь вы обратите в себе вот эту картинку. Вот опущен груз почти до Земли, осталось там 50 километров. Но скорость у этого троса маленькая по сравнению со скоростью вращения эквадора. 400 метров в секунду. Это не космическая скорость. Тут не нужен реактивный двигатель для торможения. Здесь можно просто-напросто опустить груз парашютом, и он спокойно приземлится. Ну вот, вы, наверное, слышали, как недавно один герой прыгнул с 30 километров. Да, с 30, да. А здесь 50, но разница невелика. Можно просто с парашютом опускать любой груз на Землю, не используя никаких реактивных двигателей. Но если очень захочется, то можем этот груз сделать в виде управляемого планера и посадить его на любой аэродром в подходящем месте. Ну а что вот конкретно будет собой представлять лунный лифт? Принцип действия его? Как он будет выглядеть? Принцип действия такой. Вот вообразите, что мы взяли и сделали лифт по самой нам традиционной, известной схеме. И вот, цепляясь за трос, лезем на Луну. 400 тысяч километров. Если мы будем идти со скоростью 400 километров в час, это тысяча часов. Это несколько недель, недель дороги. Это же кто выдержит. Пока мы не дойдем до конца, лифт будет занят. Он уже нагружен кабиной. Поэтому единственный способ это обеспечить высокоскоростное движение. Уже сейчас известна так называемая магнитная левитация. То есть мы можем использовать магнитные поля в этом тросе для того, чтобы наша кабина двигалась с ускорением. Ну это принцип магнитной подушки, да? Да. Как пояс на магнитной подушке. Да, это уже известная технология. Ее нужно только доработать до космического уровня. И вот если использовать такое магнитное ускорение, как, скажем, электромагнитные пушки для ускорения снарядов до больших скоростей, они тоже используются. То можно эту кабину двигать с постоянным ускорением. Поэтому если мы будем полпути разгонять кабину, полпути тормозить, причем во время торможения вся энергия, может быть, через ту же магнитную подушку возвращена в систему. То есть это очень экономный вариант. Вы так на меня удивленно смотрите. У нас в метро, когда пояс тормозит, он эту энергию кинетическую перекачивает с нового электросея. Так что это тоже проблема решена и отработана. И вот если мы будем использовать очень мягкое ускорение всего-навсего в 1G, равное ускорению силы тяжести на Земле. 1G, это значит, люди смогут выдерживать такую перегрузку. У нас по стандартам авиаперевозок старт в ускорении допускается в 2,5G. Обычно при старте 1,4G. Вот когда самолет стартует с Земли, это 1,4G. Я провел расчет для одного же, для совсем мягкого, так сказать, режима. И то получается, что если мы полпути ускоряемся, полпути тормозимся, до Луны летит 3,5 часа. Это какая же средняя скорость? Значит, максимальная скорость 60 км в секунду. Используя эту большую космическую скорость, выйти на трассу межпланетных перелетов. Оксан Ильич, а из чего будет сделан трос? К сожалению, это одна из самых таких болезненных проблем. Если мы берем стандартный стальной трос, у него прочность недостаточно для того, чтобы сделать лифт до Луны приемлемых размеров. Даже если мы возьмем кевлар, это очень прочное волокно на основе углерода, то, допустим, кевларовая нить диаметром миллиметр возле Земли, она может там обеспечить тонну грузоподъемности, за счет собственного веса должна постепенно увеличиваться, и возле Луны у нее будет размер чуть ли не 26 км. Толщина. Поэтому такие материалы никак не подходят. Но если использовать материал нанотрубок, вот эти углеродные нанотрубки, это атомы углерода как бы образуют шестигранную ячейку, как вот соток, только свернутую в трубочку. И прочность у этих углеродных нанотрубок примерно в три раза больше, чем нужно для такого лифта. Сейчас их делают, к сожалению, но это еще наша нанотехнология до промышленных масштабов просто не доросла. Но эти трубочки уже делают длиной в 2-3 мм. Уже делают. 2-3 мм мало для троса-то. Для троса мало. Но это говорит только о том, что нам нужно будет чуть-чуть подумать и уметь эти трубочки выращивать длиной в километры. Это чисто техническая задачка. Когда прокладывали первый трос через Атлантический океан, тоже не знали, как такую длину можно сделать. Сделали. То есть не надо бояться трудностей, нужно просто их решать. Нет, но нанотехнологии развиваются стремительно. Вот именно. Она сейчас стремительно развивается. Я думаю, что лет через 20 эти волокна уже будут доступны для нашей космической техники. А только в трубках проблемы? Нет. Здесь две очень серьезных проблемы. Первая проблема – это трубки. Это нужно сделать материал для нитей. А вторая проблема – это обеспечить энергию эту кабину. То есть для того, чтобы можно было двигаться по тросу с ускорением, он должен быть покрыт пленкой из сверхпроводника. Теоретически сверхпроводники должны быть в природе, которые можно сделать и которые будут работать при нашей комнатной температуре. То есть пока они не удерживают комнатных температур, им нужны ниже температуры? Пока им нужны криогены, так называемые температуры. Это почти минус 270 градусов, то есть близко к абсолютному нулю. А мы-то живем в лучах Солнца, оно все нагревает. И поэтому здесь средняя температура пространства, где движется Земля и Луна, это примерно 300 кельвинов. Вот нам нужно сейчас создать такой проводник, который выдержит. Я за эту задачку тоже сильно не волнуюсь. Сегодня проблема сверхпроводников крайне актуальна вообще для нашей энергетики. Эта проблема сейчас занимается во всем мире. И я думаю, что тоже недалеко от того времени, может быть, 10-20 лет, когда такие сверхпроводники будут сделаны. Ну, допустим, мы его создали. Все-таки это будет грузовой лифт? Или мы можем рассчитывать на путешествие к Луне? Конечно. Вот вообразите себе, что у нас имеется некий такой стратоплан, который вывозит пассажирскую кабину к краю лифта. Он там прицепляется к лифтовой системе. А потом с этим огромным ускорением, там 10 метров в секунду за секунду, летит к Луне. Пережить 3,5 часа мы можем в любом самолете. А теперь вообразите, что конец лифта вмонтирован внутрь тоннеля. И поэтому, когда лифт дошел до поверхности Луны, крышка закрылась, вы можете оказаться вообще в комфортных, нормальных условиях, с нормальной атмосферой. Поэтому проблема пассажирских перевозок, она автоматически будет решена вместе с созданием такой транспортной системы. Сегодня ажиотаж вокруг Луны возобновился. Интерес подогрели новые открытия. Не так давно российский прибор ЛЭНД, установленный на американском космическом спутнике, показал, на Луне есть вода. ЛЭНД измерял поток нейтронов лунной поверхности. Поток нейтронов зависит от того, сколько там водорода. Вот буквально несколько процентов воды в грунте уже существенно меняют тот поток нейтронов, который выходит с поверхности. Это, конечно, не море льда, однако ученые уверяют, все равно удача. Наибольший запас воды в южном полушарии. Лунные полюса – это так, как мы говорим в кавычках, новая луна. Вот это не те лунные районы, которые посещали в прошлом автоматические станции, пилотируемые аппараты в прошлом веке. Сейчас многие космические агентства вынашивают планы колонизации Луны. Это особенно было видно на недавней аэрокосмической выставке в Германии. Глобальное потепление – явный сигнал. Для человечества необходима запасная планета. В центре зала – огромная ледяная глыба, которая тает буквально на глазах посетителей. Своеобразный символ глобального потепления. Ну и, конечно, роботы для освоения других планет. В принципе, окинув одним взглядом всю экспозицию, можно сделать вывод, что для Европы Марс и Луна – приоритетные проекты. Lunar Lander – проект Европейского космического агентства. Старт в 2018 году. Пока полет без человека. Место посадки – там, где вода, южная полушария. Аппарат имеет специальное приспособление для того, чтобы брать пробы лунного грунта. Там есть камера. Она будет наблюдать и отправлять информацию на Землю. Главная миссия аппарата – отработка посадки и разведка. Необходимо точно знать содержание воды в лунном грунте. От этого будет зависеть место для строительства лунной базы. В будущем люди будут путешествовать в космос так же легко и просто, как сейчас летают на самолетах. Мы сможем в любое время, когда захотим посетить лунную базу. Запуск российского аппарата «Лунаглоб» планируется уже через три года. Следом полетит «Луна-ресурс». Первый аппарат «Луна-глоб» полетит в 2015 году. Он больше как демонстратор. Он должен продемонстрировать то, что мы умеем садиться на Луну, продемонстрировать технологии мягкой посадки. И уже в 2017 году на базе его будет сделан уже полноразмерный большой аппарат, который полетит туда, на Луну, с большим комплексом научной аппаратуры. Сегодня речь идет уже о постоянном присутствии человека на Луне. Первыми обитателями пока будут автоматы, а дальше – переселение человека. Скорее всего, лунная стройка будет международной. В немецком аэрокосмическом центре уже проявили интерес к российской лунной программе. Как мы знаем, Роскосмос готовится начать проект по масштабному изучению лунной поверхности. В Европе и Германии, в частности, очень интересное участие в этом перспективном проекте. Нет сомнений, будущее человека – Луна. При глобальной катастрофе для нас она может стать вторым домом. Какие грузы мы можем доставлять с Луны? Какие нам необходимы? И здесь, в чем будет наше будущее? Груза – это на Луне, очень богатый железом и титаном. Мы сейчас на Земле, конечно, используем более-менее богатое месторождение. То есть мы можем использовать руды, у которых больше 35% железа. На Луне это будет порядка 20%. Мы можем использовать, скажем, руды, которые содержат титан. Но на Луне и на Земле они примерно имеют одинаковое содержание. Но на Луне постоянная энергетика, и есть Солнце. А гелий-3-то мы сможем? А зачем он нужен? Как же это так? Мы же сможем тогда обеспечить энергией Землю. Никому она не нужна, энергии на Земле. Потому что, вот подумайте сами, для чего нам нужна энергия? Мы должны этой энергией пробурить шахту, достать руду, пробурить другую шахту, достать уголь. Потом все это смешать в печке, расплавить, сделать железо. Потом дать энергию на завод, который из этого железа сделает трактор. Потом дать эту энергию для того, чтобы накачать нефть в этот трактор, с тем, что он успокаивал эту Землю. И к концу лета получился урожай в виде бутибродов. Так вот, ради бутиброда мы должны столько потратить энергии. А если у нас будет Луна со своей энергетикой, и нам не нужно будет здесь на Земле рыть шахты, мы можем просто доставлять готовые конструктивные материалы, а то и готовые машины с Луны. Зачем нам нужна здесь такая энергетика? Всякая энергетика может привести к нарушению того же теплового баланса Земли, о котором сейчас такое беспокойство. На самом деле нам не нужно развивать энергетику на Земле, нам нужно обеспечивать ее экономию. То есть Луна будет даже не наш второй дом, а наша дача, да? Скажем так. Я думаю, даже санаторий. Санаторий? Да. Нет, но если там будет производство, какой же это санаторий? Санаторий будет на Земле? В том-то и дело, что производство будет занимать одно помещение, а курортные условия будут соседними. Мы же контролируем любой климат в любой из этих шахт. Любой. Кроме того, вот мы сейчас на Земле, 10% нашей территории занято дорогами и жильем. А если это будет Луна, построенная там 100 этажей, там 1000 этажей, и все эти этажи будут связаны с системой параллельных магистралей, то можно обеспечить на Луне такую транспортную систему, которая нам на Земле не снится. У нас на Земле двухмерная, плоская, а там она будет трехмерная. То есть там будет решена в том числе и транспортная проблема. И, конечно, если там будут обеспечены любые житейские условия, от океанских глубин до горных вершин, что хотите, конечно, это будет курорт. И лунная база. В том числе и лунная база, да. Пора готовиться к жизни на Луне. Лететь до нее 3-4 дня, да и человек уже там был. Более того, в 60-е советские ученые даже разработали спецпроект долговременной базы на Луне. Предполагалось, что это будет база на 12 человек, и каждый экипаж должен там работать год. Хотя этим идеям десятки лет их вполне можно взять за основу. Проработано все. От доставки первых грузов до мебели. На Луне можно размещать телескопы и непрерывно вести наблюдения. На Земле этому мешает атмосфера. А главное, на Луне неисчерпаемые ресурсы энергии. Возможно ли использование лифта в межпланетных исследованиях? Я подозреваю, что очень даже. Дело все в том, что мы сейчас для того, чтобы посылать миссию какую-то на другую планету, вынуждены добиваться очень больших скоростей. Наши ракеты этого не позволяют сделать. Поэтому используется так называемый гравитационный маневр. Облет вокруг Венеры, облет вокруг Луны, который гравитационное взаимодействие ускоряет космический аппарат. А если мы будем опираться не на струю реактивного двигателя, а прямо на вот эту крепчайшую нить, мы можем обеспечить любую скорость. Я говорил про 10 метров в секунду ускорения за секунду. А если мы сделаем 2G, 5G, техника это все выдержит, то мы можем вообще получить скорость уже не 60 км в секунду, а 600 км в секунду. То есть мы можем летать к любым точкам Солнечной системы без особого труда. А дальше? А дальше? А зачем? Ну как это зачем? Мы же должны осваивать Вселенную. Вот это слово «мы должны» меня всегда вызывает недуги. Нет, ну мы это человечество. Ну почему? Давайте сначала освоим ту же самую Луну и обеспечим человечеству устойчивое развитие. Гораздо интереснее другой аспект. Вот, скажем, у нас на Земле накопилось достаточно много неприятных отходов, в том числе и радиоактивных, и химических. Так вот если мы их на таком лунном лифте поднимем в космос, ускорим до скорости 30 км в секунду, то есть погасим орбитальную скорость в Земле и просто уроним на Солнце, тогда в Солнце все сгорит. Солнце – это такая печка, для которой это просто будет даже незаметно. Там где-то на уровне 1 миллиарда того, что там и так горит и сгорает. Поэтому мы можем еще и обеспечить повышение комфортных условий на Земле вот именно за счет такого элегантного вывода отходов. Почистим нашу планету, почистим орбиту заодно. Да, да. Вы совершенно правы. То есть есть очень интересная возможность и перспектива. А как Вы считаете, когда лунный лифт может появиться, какая у него перспектива? По мере того, как мы набираем опыт, по мере того, как мы достигаем какого-то технического уровня для реализации этого лифта, ну, можно уже включать его будет и в программу. В государственную стратегию? В том числе и да. Так все же, когда, скажите мне, когда это произойдет? Когда это возможно? Я Вам отвечу примером. Вот 200 лет назад Наполеон напал на нашу страну. У него была, с его точки зрения, самая такая оснащенная армия. Были хорошие пушки на лошадиной тяге, снаряды, которые можно было в дуло загрузить, а потом порохом выстрелить. Мог ли 200 лет назад Наполеон думать, что возникнут танки, возникнут ядерные оружия, возникнут системы ГЛОНАСС, которые могут обеспечить полное управление по всей планете? Вот нам сейчас крайне трудно вот так вот сейчас прогнозировать то, что будет хотя бы через 50 лет. А Вы мне хотите, чтобы я Вам сразу, не сходя со ствола, ответил на эти сложные проблемы. Александр Викторович, я благодарю Вас за интервью. Я надеюсь, что в скором будущем наши потомки будут пользоваться Вашим лунным лифтом, как мы сейчас самолетом. Так давайте договоримся, что нашим лунным лифтом. Это не изобретение одного человека, это должно быть продуктом всего человечества. Спасибо, Александр Викторович. Спасибо за то, что пришли к нам в гости. И Вам спасибо за то, что меня позвали. Я напомню, что у нас в студии был ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров. Вы смотрели программу «Русский космос». Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...